Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы поговорим сейчас о 37-й главе книги Исхода. Здесь в 37-й главе продолжается тот рассказ о предметах Скинии, который начался в предыдущей главе и еще будет продолжаться в следующих главах. Это такое нелегкое чтение. Ну, вероятно, все же один раз в жизни надо прочитать этот текст. А в принципе для современного читателя мало что говорит это описание. Во-первых, потому что наш культ устроен совсем не так. Хотя христиане нередко пытались организовать некие реминисценции на ветхозаветный культ, на Скинию собрания. Оно получалось, как правило, довольно неубедительно. Поэтому нам трудно найти что-то особенно существенное на протяжении этих глав. Больше того, у современного читателя, конечно, должен был бы возникать вопрос, а почему и зачем авторы включили эту информацию в свою книгу, в то, как они составили, скомпилировали книгу исхода. Наиболее разумным, может быть, предположением будет вот что. Описания эти, вероятно, сформировались в Иерусалиме, в околохрамовой среде до плена. А востребованными были после плена, когда ничего не осталось, когда нужно было некоторое воспоминание о том, что же это было, каким был ковчег, каким был жертвенник, каким был золотой светильник в некое время, когда еще не было уверенности в том, что будет построен, восстановлен второй храм. И поэтому вот люди старались сохранить некое описание того, как это было. Вот, собственно говоря, и все содержание главы. Здесь говорится о ковчеге, который там обложен золотом внутри и снаружи. И в этом ковчеге будут потом, как мы знаем, храниться сосуд сманны, жезлы ааронов, святыни, скрижали, конечно же, святыни, которые являются материальными свидетелями факта заключения завета. Почему его, собственно, и называют ковчег завета. Стол для хлебов предложений, золотой светильник, которому в наших храмах соответствует семисвечник, ну, хотя выглядит это несколько там по-другому. Ну и в конце также говорится о том, что художник веселил со своими коллегами и сотрудниками, делая также жертвенник кадильный для того, чтобы кадильные приношения, благовонные курения на нем приносить Богу. И все эти принадлежности, и ковчег, и жертвенник, и кадильный жертвенник, и стол, и светильник, все это сделано с кольцами и с шестами, так, чтобы было возможно вдеть шесты в кольца, поднять и двигаться. Принципиально переносное святилище. Может быть, это было бы наиболее интересным для современного читателя, потому что мы настолько привыкли к капитальности, что трудно нам увидеть вот такое вот относительно легко транспортируемое святилище, которое не привязано к конкретному месту, конкретным мощным там и капитальным сооружением.